Это западный Саян, горная система в Хакасии. Здесь живет знаменитая на весь мир отшельница Агафья Лыкова. До ближайшего жилья 200 километров по глухой тайге. Добраться можно на вертолете или по реке, а это несколько дней на лодках против течения через пороги и перекаты. Добровольцы мира уже восьмой год приезжают сюда, чтобы помочь отшельнице подготовиться к зиме. Агафья Карповна последняя из семи старообрядцев Лыковых. В 30-е годы прошлого века Лыковы ушли в тайгу из-за религиозных гонений. Более 40 лет семья жила в полной изоляции от мира, пока в 1978 году их не обнаружили геологи. Через три года один за другим умерли два брата и сестра Агафьи. В 87-м она потеряла отца и с тех пор живет в тайге одна. В этом году таежной отшельнице исполнилось 75 и без поддержки добровольных помощников ей уже сложно обойтись. Мы приезжаем уже не первый год, я лично здесь уже второй раз. Работа делится на два типа. Мальчики занимаются заготовкой дров и какой-то тяжелой работой, которую дает Агафья Карповна. А девочки занимаются тем, что заготавливают сено на зиму, то есть мы косим траву и собираем ее на шаромы. Также, если нужна помощь, то помогаем с хозяйством, доем коз, ну и кормим их тоже. А еще мы помогали Агафье Карповне обрабатывать ее небольшой огород. Там растет даже репа. Кстати, съедобные у нее не только корешки, но и вершки. Для зимних заготовок мы помогали таежной отшельнице ловить рыбу, собирать шишки, грибы и ягоды. В этом году повезло, помимо привычной голубики и брусники, нашли редкую в этих местах лесную жимолость. Это все ей пригодится и мы ей в этом помогаем. Эта поездка заключительная часть большой добровольческой программы Российского технологического университета. Наши студенты этим летом посетили многие города от Южно-Сахалинска до Калининграда и побывали, кстати, не только в России. Субтитры создавал DimaTorzok Это святая гора Афон. Единственная в мире православная монашеская республика, которая находится на территории Греции. Здесь постоянно проживает примерно 2000 монахов. Афон почитается как святое место для православных всего мира. На его территории расположено 20 крупных монастырей. В нескольких монастырях мы помогали монахам, работали в столовой, пропалывали огород, убирали территорию храма. Удивительно, но уклад жизни монахов на Афоне остается неизменным уже на протяжении сотен лет. В завершении поездки мы поднялись на гору Афон, высота которой 2033 метра. Кстати, давайте знакомиться. Меня зовут Николай Щербаков. На Афоне я впервые. Я много о нем слышал, но побывать здесь я даже не мечтал. Такая возможность у меня появилась только потому, что я учусь в Российском технологическом университете мира, и уже на протяжении многих лет я участвую в волонтерских программах. Вместе с добровольцами из нашего университета я побывал во многих интересных местах, и в этом фильме я расскажу об этом подробнее. Моя первая волонтерская поездка была в детскую больницу, и состоялась она 5 лет назад. С тех пор я стараюсь бывать там ежегодно. Студенты Института кибернетики обычно привозят ребятам различных роботов. В этот раз маленькие пациенты смогли порисовать 3D-ручками и посмотреть, как создается модель на 3D-принтере. Дети видят взрослых, которые показывают какие-то представления или проводят для них какие-то игры, мастер-классы. У них горят глаза, они счастливы. Они в процессе общения с нами перестают как-то стесняться, открывать для себя что-то новое, и им самим интереснее и радостнее становится. Вожатые педагогического отряда «Атмосфера» показали ребятам спектакль, посвященный Дню космонавтики. Его героями стали «Белка» и «Стрелка», «Первая ракета» и ее создатель Сергей Павлович Королев. Иногда вы спрашиваете, почему мы это делаем? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно лишних слов. Просто посмотрите на эти счастливые лица. А вокруг планеты Солнце и Луна! А вокруг планеты Солнце и Луна! А еще наши ребята ежегодно посещают детские дома. Такое общение всегда приносит массу эмоций, и мы надеемся делать жизнь этих ребят чуточку лучше. В этом году вместе с педагогическим отрядом «Априори» мы приехали в Дмитровский дом-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для ребят провели мини-спектакль и викторину. И главное, мы ежегодно привозим то, чем нас просит помочь администрация. Как правило, это бытовая техника и специальное оборудование для инвалидов. Ко дню Победы Мира ежегодно проводит автопробег. В 2019-м мы отправились по маршруту Москва-Волгоград-Севастополь. Ночь в дороге, и мы в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Здесь Мамаев курган и знаменитая скульптура «Родина-мать зовет». Мы приняли участие в традиционном майском субботнике. Из Волгограда отправляемся в Крым. По дороге случалось всякое. Получай! Второй раз мы за колесо меняем. Но по новому мосту путешествия в Крым стали быстрее и удобнее. И мы легко успели на Парад Победы в Севастополе. Еще одна группа наших студентов ежегодно в июне отправляется в другой автопробег, посвященный дате начала Великой Отечественной войны. По традиции он проходит в Беларуси. По дороге мы посетили мемориальный комплекс. На этом месте находилась белорусская деревня, которую фашисты сожгли вместе с жителями. Хатынь стала символом трагедии всего советского народа. В город Герой Брест накануне 22 июня мы приезжаем уже пятый год. На этот раз в музее Брестская крепость мы расчищали территорию бывшей казармы 333-го стрелкового полка, которую готовят к реставрации. А на рассвете 22 июня смогли вместе со всеми отметить День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Сразу после митинга памяти началась реконструкция обороны Брестской крепости. В Добровольском движении РТУМИРА есть разные направления. Каждый студент может найти свой способ помощи людям, в том числе творческий. Мы часто даем концерты для ветеранов. На сцене танцевальные и музыкальные группы нашего университета. У наших студентов есть возможность стать настоящими спасателями. Они могут пройти специальный курс обучения и принимать участие в ликвидации пожаров наводнений и других чрезвычайных ситуаций по всей стране. Летом добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие в ликвидации крупных лесных пожаров в Красноярском крае. А осенью там прошла масштабная акция по восстановлению лесов. Наши добровольцы высаживали деревья вместе с представителями 80 регионов России. Работы этим летом у студентов-спасателей было немало. Они восстанавливали хозяйство, разоренное наводнением в Иркутской области. А также помогали жителям Забайкаля пострадавшим от степных пожаров. Я всем благодарна. Всем спасибо, ребята. Вы меня слышите? Вам большое спасибо, говорю. Молодцы. От всех жителей нашего села вам большую благодарность. За оказанную работу, за помощь. Если бы вы не приехали, нам бы было очень тяжело без вас. Летом наши волонтеры традиционно принимают участие в экспедициях по всей России. У студентов есть отличная возможность побывать в самых живописных местах нашей страны. В 2019 году волонтерский сезон открывает поездка в Калининградскую область. Я приехала в Калининградскую область на Курскую косу, которая является заповедником, включенным в список всемирного наследия. Я здесь для того, чтобы помочь местным животным пережить следующую зиму. Работа состоит в том, что мы нарезаем рябину, вяжем из этой рябины веники, развешиваем на кормушках, заполняем их для того, чтобы она высохла к зиме, и косули могли ее есть. Я приезжаю сюда уже второй год, и на кормушке вижу, что эта работа была сделана не зря. Самое интересное из того, что я узнала здесь, это то, как образовалась курская коса. Вся коса состоит по факту из песка, на которой растут деревья, которые высажены уже самими людьми, чтобы коса не расползалась. Пожалуй, я могу выделить косулю, удирающую от меня по воде в 4 утра. По ночам слышно, как поют, квакают лягушки, всевозможные утки крякают, и при этом на заднем плане слышится шум волн. Когда я в первый раз увидела море, я чуть не заплакала. На самом деле я хочу выразить вас большую благодарность за то, что вы уже участвуете у нас не первый раз. Надеюсь, вам понравилось у нас в национальном парке. Я очень благодарна, что у мира именно есть такое направление, и нигде больше такого нет. Наш ВОЗ обеспечивает уникальные возможности для студентов, для волонтерства и развития во всех сферах. Это шикарный способ увидеть страну, некоторые места, где бы вы так просто не оказались. Это очень круто, очень здорово, и дает мне невероятный букет эмоций. Пока одна группа ребят находилась на Балтике, вторая отправилась на другое море – Белое. На Белое море студенты мира ездят уже пятый год. В этом году мы расположились в районе Летней Губы, где строим и реконструируем туристическую тропу. Губа – это глубоко вдающийся в сушу залив. Здешние берега буквально изрезаны такими заливами. В пору запутаться, на каком-то водоеме находишься. Наша задача была в том, чтобы помочь местным работникам заповедника в расчистке этой реки. Мы убрали достаточно много бревен. Эти бревна, которые там остались на реке, они мешают нересту рыбы. Поэтому очень важная задача была поставлена для нас в плане сохранения природы. Природа Карелии меня удивила. Это были погровые леса и отвесные скалы. При этом была и тихая гладь на море, и волны. Кстати, а вы знаете, почему Белое море называется белым? Есть две версии происхождения названия. Самое очевидное – это от снега и льдов, покрывающих Белое море в зимнее время. Вторая же версия – религиозная. Ведь белый цвет – это цвет небесный, божественный. Есть гипотеза, что на территории Белого моря существовало когда-то процветавшее мистическое государство – Гиперборея. Три часа мы плыли на пароме к Соловецкому монастырю, но это того стоило. Нам рассказали про историю, очень тяжелую, про все лагеря, которые были в этом месте. История монастыря начинается с середины 15 века. После революции монастырь был разорен, а в 1923 году на Соловках был организован слон. Соловецкий лагерь особого назначения. Кстати, на острове есть ботанический сад – самый северный в России. Гуляя по этим аллеям, трудно представить, что до полярного круга всего около 160 километров. А это Онежское озеро. На территории Европы по своим размерам оно уступает только соседнему озеру – Ладожскому. Один из многочисленных Онежских островов традиционно входит в программу наших летних поездок. Мы насыпали щебенку, размытую на берегу, на землю, делали дорожечки, чтобы люди ходили по тропиночкам и не топтали красивые газоны. Несколько лет студенты-волонтеры из мира помогают строить эту часовню Николая Чудотворца. Труднее всего пришлось с куполом, который установили два года назад. Еще одна задача для нас была помочь доделать часовню, которая установлена на самом высоком месте этого острова, в самом дальнем его краю. Больше всего мне запомнилось, как один из наших волонтеров поймал огромную-огромную щуку. Она была вот такого размера, и потом мы ее приготовили на костре, это было очень атмосферно. На Онежском озере более полутора тысяч островов. Один из них по праву считается визитной карточкой Карелии. Здесь находится знаменитый музей-заповедник. Оказавшись на Онежском озере, невозможно пропустить один из его многочисленных островов – остров Кижи, потому что здесь сохранилась древнерусская архитектура, которую больше нигде невозможно встретить. Эту церковь недавно отреставрировали. 22 ее купола сияют на солнце, как золотые. На самом деле они покрыты изогнутыми дощечками из осины – русское подобие черепицы. Со временем они темнеют и становятся похожи на серебряные. Ансамбль Кижского погоста знают во всем мире. Он в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А пока мы находились в Карелии, другая группа добровольцев Российского технологического университета отправилась на Алтай. Студенты РТУ Мира стали участниками эколого-волонтерской смены «Мульта-2019». Она проходила в Катунском заповеднике, и это уже наш третий совместный проект. Добровольцы работали на маршруте в край озер и водопадов. На Алтай мы расчищали тропы, которые ведут от одних озер к другим. Помогали строить лестницы, которые ведут на водопад, чтобы зимой на них было проще проходить, потому что раньше они были практически недоступны. Больше всего мне запомнилась местная погода. Это резко континентальный климат, когда ночью температура доходит до нуля, а то и ниже, а днем стоит жара, и ты гуляешь в майке. Везде очень много различных голубых озер, в которых можно поплавать, из них можно пить воду. Все настолько прекрасно и чисто, что можно остаться там на пару месяцев. Еще один традиционный маршрут добровольцев РТУ Мира ведет на Байкал. В 2019 году наши студенты стали участниками международного экологического проекта «Дебри Хамар-дабана», который проходил на территории Прибайкальского национального парка. Чтобы добраться до Иркутска, мы более трех суток провели в поезде. Когда смотришь на карту, ты не понимаешь, какие масштабы. А вот когда на поезде проехал три с половиной дня, я многое понял. И вот когда я приехал в Иркутск, я, конечно, стал окончательным моим шажком в познании нашей страны. Из Иркутска мы отправились в поселок Танхой, где нас встретили представители ассоциации «Большая Байкальская тропа». Поскольку проект международный, в Дебри Хамар-дабана с нами отправились француженка и американка. Мы разбили лагерь в нескольких километрах от побережья Байкала на берегу горной речки. Я научилась разводить костер. Я научилась жарить оладушки на сковородке и с кашей. Никогда не думала, что такое возможно. Виртуозно разжигать костер научились все. А некоторые девушки даже попробовали колоть дрова. На каждый день назначали дежурных по лагерю. Они готовили еду, пока все остальные работали на тропе. Тропа строится с нуля. То есть мы пробираемся через чащу, через дебри. Первый день волонтеры просто расчищали сам путь, сам маршрут, чтобы обычному человеку можно было хотя бы просто пройти. Мы обрезали у деревьев какие-то ветки, которые мешали тропе. Убирали немного грунта, который мог бы мешать строительству. Расчищали просто местность. Следующий этап заключается в эскалировании грунта. То есть мы снимали дерн и плодородный слой почвы. И добирались до минерального слоя, по которому, собственно, можно идти. Далее ребята его ровняют. Делают специальную скамейку, чтобы со временем края тропы не обсыпались. Расчищают от корней и делают определенные структуры на подъеме. Зачем? Ну, чтобы другие люди тоже могли пройти в эти дебри и увидеть красоты, эти реки, эти виды, эти водопады. В конце смены мы работали в поселке Танхой, в центральной усадьбе заповедника. А после работы нас ждала экскурсия в музей, где собрана практически вся информация о Байкале. Много чего узнала про Байкал. Это очень глубокое, чистое озеро. Очень длинное. Это как от Москвы до Питера. А еще то, что в Байкал входит около 400 рек, а выходит только одна – Ангара. Я давно хотела приехать на Байкал, увидеть озеро. И вообще из-за этого сюда и приехала. Просто это была моя, скажем так, небольшая мечта. И поэтому я осуществила вот эту маленькую мечту, увидев Байкал. Здесь нужно побывать, потому что Байкал, особенно вечерний, очень незабываемой красотой имеет. Это природа очень красивая. У нас в Америке нет озера так красиво, как Байкал. По новой тропе можно быстро пройти от таежных предгорий практически до вершин хребта Хамар-дабан. Это один из самых живописных районов всей Восточной Сибири. Проложение тропы оказалось не таким простым, как мы рассчитывали, но студенты прикладывали усилия. И каждый день каждый из них работал, возможно, даже над собой и справлялся с поставленной задачей. Я считаю, что делать доброе дело – это значит, быть для кого-то полезным. Самое главное – делать его от души. Понимать то, что ты делаешь – это не только для себя, но и для других. Проект показал, что добро – это когда ты поддерживаешь своего товарища, когда ты помогаешь ему камень убрать, когда ты его поддерживаешь в друдную минуту. Нам нужно поднимать этот камень сюда. Но он очень огромный, поэтому я сам не могу. Лагерная жизнь, жизнь в походе, далеко от цивилизации, без средств массовой информации, без телевидения, телефонов, она очень сильно сближает людей. Я считаю, что мы проводим здоровое время вместе. Как пытаться говорить русский, пытаться говорить английский, пытаться говорить французский. Все хорошо, я люблю группу. Я очень рада. Приятно здесь быть полезным, то, что моя фамилия останется, так сказать, в списках того, кто был причастен к тому, чтобы это место процветало, становилось лучше и прекраснее. Много впечатлений и мало времени. И очень грустно уезжать отсюда. Я полюбила эту природу, полюбила виды байкальские, полюбила звездное небо. Я бы очень хотела вернуться. В последний день шел ливень, словно сама большая байкальская тропа не хотела расставаться с ребятами. Но на Байкал мы еще обязательно вернемся. Добровольцы мира приезжают на озеро уже пятый год подряд. До этого мы работали на острове Ольхон. Убирали мусор и высаживали деревья на месте прежнего леса, который называли шаманским. В советские годы его вырубили на хозяйственные нужды, что очень плохо сказалось на экологии острова. Так что, восстанавливая там лес, мы фактически помогаем спасти Ольхон. Среди привычных маршрутов у нас появляются и новые. В этом году мы приехали в поселок Тирскол в Прельбрусе и поселились у самого подножья в глубине Баксанского ущелья. Здесь мы приводили в порядок экологическую тропу, поляна Нарзанов, поляна Чигет. Мы помогали национальному парку, расчищали экологическую тропу, вывозили все ветки на КамАЗах. Мы облагораживаем территорию, мы помогаем, очищаем, убираем мусор. Администрация и руководство Национального парка Прельбрусе выражает благодарность и признательность ректорату Российского технологического университета МИРА за то, что они в своей деятельности организуют такие волонтерские группы, такие волонтерские десанты. На территории Национального парка Прельбрусе расположены грандиозные водопады, высокогорные и целебные минеральные озера, живописные альпийские луга. Самые яркие эмоции я ощутила после того, как зашла под водопад Девичьи Косы. Больше всего запомнилось в этой поездке, когда мы поднимались на гору Чигет. На эту поездку выпал мой день рождения, и мне посчастливилось отметить его здесь. И я очень рада этому, потому что более прекрасного места не найти. А пока мы находились на юге России, другая группа добровольцев отправилась на север, в Республику Коми, в самый большой в России национальный парк Юга-2. Там наши студенты стали участниками волонтерского проекта «Сердце тайги». Первое наше впечатление от поездки – это был экстрим. Это было очень незабываемо, где-то страшно. И мы поняли, что все здесь по-настоящему. И не будет никаких там нам поблажек. Мы жили как люди доподобные, без связи, без света. Жили ребята на базе отдыха «Санавош», откуда они ежедневно отправлялись на работу в тайгу. Мы оборудовали полностью экотропу к скале «Бегемот», которая находится на реке Балбанью. Поставили информационные стенды, также поставили место отдыха, скамеечки, стол прямо на берегу реки. На самом деле был проведен очень большой объем работ. Мы очень благодарны студентам Мирея. Своими силами мы бы с таким объемом не справились. Ребята показали себя с очень хорошей стороны. Мы очень заинтересованы в том, чтобы вы с нами продолжали сотрудничать, не только на следующий год, а вообще. Что же интересного здесь есть? Ну, с утра выходишь из своего дома, и сразу перед твоей горы в облаках, особенно если ты на рассвете, это так бомбезно, это так шикарно. Меня удивил очень чистый воздух, зеленые прекрасные леса. То, что ты заходишь в лес, и это как будто, ну, как сказочный лес. По территории Россия самая большая страна мира. И волонтерские проекты РТУ мира охватывают самые дальние ее уголки. В июне мы были в Калининграде, в августе отправились на Сахалин, а расстояние между ними почти 10,5 тысяч километров. На Сахалине более недели мы работали на рыбоводном заводе. Выбирали территорию вокруг него и на побережье залива Мордвина. Также мы помогали в цехе, где из икры выводят мальков. Их выращивают, а потом выпускают в водоемы. Через несколько лет рыба возвращается в родные реки Нанерест, так что мы вносим свой вклад в сохранение популяции тихоокеанских лососей. Редактор субтитров А.Семкин Завершает волонтерский сезон РТУ мира, пожалуй, самое важное для нас путешествие. Поездка в Восточную Сибирь к знаменитой на весь мир отшельнице Агафьи Лыковой. Приезжая к Агафьи Лыковой, мы не просто помогаем отшельнице по хозяйству. В таких экспедициях каждый может проверить себя на прочность. В таком походе проявляются все самые сильные и слабые качества человека. Здесь мы узнаем, на что мы способны, на что мы не способны. И понимаем, что много без чего мы можем обойтись в цивилизации. Здесь обязательно нужно побывать, во-первых, потому что в городе не увидишь таких красот, не попьешь настолько чистой воды и не подышишь настолько чистым воздухом, что идет голова округом. Здесь хочется слушать тишину, ее слышать. Не случайно Агафью Лыкову называют живым носителем духовных ценностей той – древней Россией, давно ушедшей в прошлое. Общаясь с ней, словно погружаешься в другую эпоху. В таких условиях изоляции я понимаю, что вечно, что временно. И спасибо университету за то, что дали мне возможность посмотреть с разных сторон, в разных местах планеты на мою жизнь. Спасибо. Доброволь с рта у мира приезжает к Агафе Лыковой в этом году уже в восьмой раз. Мы уже сняли про это несколько фильмов, и нас даже иногда упрекают, что мы помогаем только ей. Надеюсь, посмотрев этот фильм, вы поняли, что это не так. Наши добровольцы помогают в самых разных уголках нашей страны – от Печоры до Альбруса и от Сахалина до Калининграда. В этом фильме мы смогли показать только небольшую часть работы, которую ежегодно делают добровольцы мира. Но мы будем стараться рассказать обо всем подробнее. И впереди у нас еще немало фильмов и новых поездок по России. У меня с детства была мечта посетить всю Россию. Казалось бы, никогда это не сбудется. Я вот два месяца назад еще даже не думал, что у меня такое получится, а тут бац, и я сейчас нахожусь на другом конце России. В той же самой Москве, где ты постоянно в какой-то спешке пребываешь, где тысячи людей суетятся и куда-то несутся, здесь такого нет. Здесь ты погружаешься в полное расслабление и единение с собой, и люди, которые хотят разобраться в себе, я считаю, что они могут спокойно сюда приезжать, у них все получится. Очень мало вузов что-то такое делают. Я горжусь тем, что я студент РТУ МИРА. Для меня это честь. Я буду всеми силами стараться продвигать свой институт и делать его только лучше. Хочется пожелать ребятам из МИРА, чтобы их волонтерские проекты не заканчивались, чтобы они также могли совмещать отдых, работу и получение новых эмоций, видеть новые территории. Россия у нас широкая, разнообразная, поэтому чем больше места они увидят, тем лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова